Всем привет! Я Даша и это лучшие книги с прочитанного за весной 2020 года и определиться было очень сложно, потому что я почитала аж 42 книги. Не сильно не удивляйтесь, всему виной стараюсь. Я просто в книгах пряталась. Из них я почитала, причем видимо стресс идет на уголь, потому что 21 книга за март, за апрель 13, за май совсем мало, 8. И давайте-ка сначала немножко статистики по жанрам. Я под видео оставлю ссылку на время, когда перехожу собственно к делу. Итак, ну так как я читаю, как правило, определенные жанры в прозе, это исторические книги и фэнтези немножко. Поэтому все остальные жанры у меня под категорией просто проза. Итак, просто проза, 14 штук. Примечательно, что два жанра, связанные друг с другом, у меня получилось в одинаковых количествах по 11. Это документальные книги, как правило, исторические, и исторические художественные книги. То есть и того, и того по 11. Мне кажется, это показательно и много говорит о моих предпочтениях. Биография, автобиография, это все одна категория, пять книг. Просто проза, 14, фэнтези, 4 и поэма, 1. И, собственно, из всех этих 42 книг я набрала пятерку лучших. И, собственно, переходим к делу. Начнем, наверное, как это вводится в большинстве случаев, с конца. Итак, пятое место нас занимает. Анжелика Маркиза Ангелов. Не знаю, почему я решила вспомнить свое детство. Давно хотела. И вот у меня в таком вот советском издании, достаточно давнешнем. Ну, мне кажется, экранизацию видели, если не все, то почти все. Если вы все-таки по какой-то неведомой причине не слышали никогда в этой книге, то их на самом деле существует великое множество. Несколько 10 лет писали. Санна Сержгалон. Сержгалон, кстати, это наш русский, который просто сменил гражданство на французское. У него, кстати, очень интересная биография, знакомство непременно. Итак, действие происходит во Франции 17 века. И повествует оно сначала о... Ну, объясняет, почему я в детстве читала эту книгу. О детстве маленькой Анжелики Диплюсии, которая очень родовитая, но родилась в бедной семье. И отец семейства не всех детей может отправить на какое-либо образование. Смейство большое, заполошенное. Почему «Аркиза ангелов»? Потому что она собрала как себя ватагу мальчишек местных. И была у них что-то вроде командирши. Ну, она себя называла «Аркиза ангелов». Ну, ангелы — это мальчишки. С класса не очень похожи, но ладно, пусть будет. Если честно, мне кажется, это название подходит для второй части, которой здесь не будет. Очень познавательно в плане истории Франции, хотя здесь нет погружения в эту тему. Здесь погружение в такую тему. Она больше посвящена стойкой воле, невероятной красоте, неутомимой и неудалимой жажде к жизни. О прекрасной, неподражаемой, великолепной, прославленной веках и кинематографе Анжелики. Следующая книга, о которой я сейчас скажу, это также имеет очень популярную, очень известную экранизацию «Молчание и гнят» Томаса Халеса. Ну, думаю, мне не нужно напоминать вам сюжет. Сумасшедший и гениальнейший психиатр, сидит в тюрьме за каннибализм, скажем так. Причем он до такой степени опасен, даже вот в тюрьме, что приняты просто строжайшие меры по его содержанию. Потому что не сводя на то, что вроде бы они были приняты и раньше, он умудрялся калечить обслуживающий персонал, причем диким способом и по этому таким вот мерам. И объявляется один больной убийца, который больной психически явно, которого никак не удается поймать. И требуется консультация вот этого вот тоже психополнейшего, но гениального зато психиатра, который способен заглянуть в любой уголок души, пусть даже дистанционно, через какие-то вот незначительные поведенческие реакции. Нет, немножко не так выразилось, пожалуй. Ну вот просто способ убийства, или то, в каком состоянии находился труп, и он уже способен много сказать об убийстве. Об убийце достаточно много для того, чтобы его, собственно, найти и принимать. Увлекательнейшее чтиво, которое не отпускает от себя ни на минуту, к сожалению, уже после прочтения книги. Я узнала, что это, кажется, вторая часть, есть и первая, и третья. И, в общем, для меня все это еще впереди, но пока вот молчания их нет. Если честно, я сомневалась, на какое место его поставить, на четвертое или на третье. Ну вот сделала пока вот так. А на третьем месте. Книга «Там». Под псевдонимом Анна Борисова написал ее Борис Акунин в рамках проекта «Авторы». Ночь. Аэропорт. Словно прожектором из тьмы читатель ловит взглядом некоторых ожидающих самолет. Неважно, это сотрудники аэропорта. Или будущие потенциальные пассажиры, которые, ну, или прилетели, или хотят лететь. И вот случается несчастье, трагедия, которая приводит к летальному исходу тех людей, с которыми мы только что познакомились. Собственно, такой подход познакомит нас с разными теориями того, что происходит с человеком после смерти. И после прочтения этой книги я по-новому взглянула на фразу «Да воздастся вам по вере вашей». Получается, ну, грубо говоря, очень грубо говоря, что вот во что вы верите, тот с вами и случится, так сказать, после того, как вы попадете в мир иной. Но на флипе эту книгу любят не очень. Я эту точку зрения не разделяю, я придерживаюсь такого мнения. Ну, сколько людей, столько и мнений. Почему я сомневалась, на какое место какую книгу поставить? Во-первых, книгу там я уже читала не так давно, и я не знала, что мне делать с причитываемыми книгами, учитывать их или нет. Ну, в результате подумала-подумала, подумала-подумала, и у меня в таком порядке их расположила в своем личном топе. Пятерки книг за весну. И у меня в связи с этим к вам вопрос. Учитывать ли, перечитываемые книги при составлении подобных подборок? И раз уж я начала вас о чем-то спрашивать, что-то у вас достаточно редко на моем канале, хочу еще вот что уточнить. В таких видео за сезон мне лучше выбирать просто лучшие книги за период, на мой взгляд, либо за каждый месяц получше и потом объединять это. То есть в данном случае, вот за весной я снимаю, следовало ли мне выбрать за апрель лучше, за март лучше и за май лучше, а потом в итоге снять вот три лучшие книги получили у меня. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какого мнения вы придерживаетесь. Я ознакомлюсь, напрямую послушаюсь. Второе место занимает «Комната» Эмма Доннахли. Совершенно дивная книга, уникальная. И только когда я начала читать, я поняла, что я видела экранизацию. Душа очень хорошая, кстати. Вы заметили, это уже три эти книги в этой подборке, по которой есть качественная экранизация чистого до совпадения. Обещаю вам, клянусь. Так вот, в чём уникальность книги? Слова им пятилетнего мальчика, что уже необычно описывается, заключение его с матерью в, скажем так, сарае одного маньяка, который похитил бедную женщину и пролежал в заключении 7 лет. Дебил какой-то. С явным расстройством психики. Уже вторая книга с таковым. Заметьте. И опять же, случайно. Уникально то, что... Ещё одна уникальность в том, что описывается не только период заключения, то, как они там жили-бытовали, но и период после. Это очень важно, потому что человек, находящийся в пенурительном заключении так долго, он в любом случае, его психика страдает. Он предупреждает изменения и нуждается в профессиональной помощи, в некой такой реабилитации. И очень важно показать, что на самом деле, когда такого человека освобождают, это не гопи-энд. Гопи-энд... До гопи-энда ещё далеко. Нет такого, что... И он живёт дальше долго и счастливо, без каких-либо забот, радуясь утраченным когда-то из-за заключения радостям жизни. Нет, такого нет. Всегда есть какие-то трудности. И это изумительно и совершенно замечательно, что автор это выделила. В общем, книга дивная. Написана очень легко и она не оставит у вас такого прям тяжело-притяжёлого осадка. Рекомендую крайне ознакомиться. Действительно, стоящая того вещь. Она не столь большая по объёму, поэтому много времени у вас не отнимет. Я знаю, они все любят объёмные книги. И изумительно, как этот мальчишка пятилетний поясняет очевиднейшие вещи. Например, глобус – это статуя земли, которая всё время вращается. Каково? Или сарказм. Это когда тон не совпадает со словами, которые произносит человек. Мне кажется, это и другое, очень удачное такое описание, которое попадает в точку. Ну, как говорится, словами ребёнка волковит истина. Ну и, наконец, я вас совсем утомила. Первое место занимает Лейла Меджнун, автор Низа Ми Генджи Вим. Эта история основана на реальных событиях, которая произошла на территории современной Саудовской Аравии. И рассказывает о, соответственно, Лейле Меджнуне, которые влюбились ещё в детстве друг друга, но так вышло, что им не сожиданно было быть вместе. Совершенно дивная поэма, написанная просто потрясающе. Здесь каждый фиброй своей души ощущающий бесконечный, мощнейший поток любви, который испытывает по отношению Ту-Дуглу, но всё-таки в большей степени по отношению Меджинуна Клейли. Вот этого невероятного чувства волшебного, очаровывающего. И, конечно, мне, как представительница прекрасного пола, было приятно почитать произведение, в котором делался акцент на любви мужчины по отношению к женщине, потому что обычно это делается всё-таки наоборот, по отношению женщины к мужчине. И, как бы, мне этот момент был приятен. Не спорю. На этом на сегодня всё. Я напомню вам окончательную пятёрку, на случай, если вы не захотели посмотреть всё ранее сказанное. Итак, пятое место занимает Анжелика Маркиза Ангелов, Анна и Серкалун авторы. Это первая часть многотомия. Насчёт четвёртого третьего места я сомневалась, но всё-таки определила так. На четвёртой месте «Молчание огня» Томас Харрис. На третьем месте там Борис Кунин под седонимом Анны Борисовой. На втором – «Комната Эмма Донна Хилл». И первое место занимает Лейла Эмма Джанун Низамы Генджеви. В втором месте все эти пять книг я рекомендую к вам про чтение, если вы ещё не обратили своё внимание на них. Пока-пока. И до скорых книг.